Здравствуйте! Сегодня в нашей студии, как я и обещала, Кульзина Ерсеитовна Уалиханова, заместитель руководителя городского отдела образования Шимкента. Кульзина, я вас приветствую. Здравствуйте. И мы сегодня говорим, естественно, о детях. Мы сегодня говорим о частных детских садах. Дело в том, что я сама много писала несколько лет назад, когда ЮКО, мы первые, наша область первая, Шимкент и область, запустили, будем так говорить, пилотный проект по открытию частных детских садов. Это государственная программа, да? По государственной программе. И, насколько я понимаю, на сегодняшний день можно уже говорить о том, что этот проект себя оправдал. Люди сначала очень осторожно к этому относились, говорили о том, что как так можно. Вообще люди не верили, что возможно открыть частный детский сад и возможно нормально работать. Вот на сегодняшний день сколько дошкольных учреждений в Шимкенте, Кульзина? Сегодня по городу Шимкент функционирует 383 дошкольных организации, из них 88 государственных, 269 частных и 26 мини-центров при школе. Ох, ничего себе! В 2000 году было всего лишь два частных детских сада на весь город, да? Да, если в 2000 году было всего два, то сегодня уже 269 дошкольных организаций именно частных. Именно частных, да? Что нужно для открытия детского сада? Для открытия детского сада, ну это во-первых... Нужно желание. Это обязательно желание, да. Любовь к детям, это обязательно. Ну и перечень документов, это следующее. Первое, это значит устав дошкольной организации, государственная регистрация обязательно, заключение СЭС, Затем необходимые документы на недвижимое имущество, собственные или арендуемые. Затем необходимо, самое главное, это качественный состав педагогов. Он должен составлять не менее 10% доли воспитателей. Вот так вот, да? Кульзина, насколько я знаю, очень здорово был упрощен порядок оформления, вот когда-то, вот несколько лет назад, когда это все только запускалось. Все так и осталось. Двери всех организаций открыты для желающих организовать собственный детский сад. Да, уже барьеров никаких нет. Любой желающий предприниматель, который хочет открыть детский сад, мы готовы ему помочь, проконсультировать, показать, какие документы необходимы. И любой предприниматель, он имеет право участвовать на конкурсе по государственному заказу. То есть дети, которые, вот очередники, могут ходить в частный детский сад, да? Насколько я знаю, государство оплачивает их пребывание в этом. То есть компенсирует, да, компенсирует содержание. За содержание ребенка обязательно оплачивается государство. Детский сад обязательно, частный детский сад, обязательно должен быть типовой. Или предприниматель имеет право открыть детский сад даже на одну группу? Вот вы как считаете? Предприниматели могут открыть и типовые детские сады, могут также открыть и в собственном здании. Это зависит от квадратуры здания. Может быть, это и на 50 человек, может и на 100, может и на 200. А можно и на 10, и на 15, да? В принципе, и одну группу вести можно, да? Да, в зависимости от квадратуры данного здания. Ну и Кузин, вы к нам сегодня пришли как бы не просто так. Вам есть что сказать предпринимателям городским? Да. Отдел образования призывает предпринимателей открывать детские сады, потому что благодаря им мы охватили максимальное количество детей в городе. Уважаемые предприниматели, открывайте детские сады, вносите свою лепту в будущее поколение нашего Казахстана. Кузин, скажите, пожалуйста, в частном детском саду обязательно должен быть медицинский работник? Или это может быть какой-то приходящий работник из поликлиники, например, нет? Ну, обязательно должен быть медработник. Если есть медицинский кабинет, то обязательно лицензии на медицинский кабинет. Или договор с поликлиникой, ближайшей поликлиникой. Спасибо, Кузин. Скажите, пожалуйста, а сколько нам нужно детских садов вообще в Ченгенке, чтобы вообще не было очереди? Это же возможно? Вот сколько их нужно? Теоретически все равно же это обсуждается на уровне образования? Да, это обсуждается. Но по городу, если взять типовые детские сады, это около 70. Еще нужно? На 320 мест, да. Еще нужно? Необходимо. Уважаемые предприниматели, в принципе, не так уж и много. 70 детских садов типовых, да, на 320 мест, и у нас вообще не будет очереди в детский сад. Государственная программа развития образования до 2020 года планирует полный охват детей дошкольным образованием. Над этим и работает отдел образования. Ну да. Мы над этим, как правило, не задумываемся. Как только наши дети выходят из садика, мы забываем, что существовала такая проблема. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях у Кузина Уалиханова, заместитель руководителя городского отдела образования Шенкента. Я так думаю, что любой предприниматель, который сейчас смотрит нашу программу и все-таки подумывает о том, чтобы открыть детский сад, я так думаю, что смело можно обращаться в отдел образования за помощью, за таким консультативным сопровождением этого всего. А главное помнить, что в принципе дело же не только в деньгах, а дело в наших детях. И качественное их воспитание с самого вот такого вот маленького возраста – это залог нашего с вами хорошего будущего, успешного будущего и образованного будущего. Кузина, спасибо вам за разъяснение. Спасибо и вам. Субтитры подогнал «Симон»!